Кажется, весь город на выходные перебирается на дачи. Люди отдыхают, работают на своих садово-огородных участках, проводят время с пользой для здоровья, для души. В этом году можно не жаловаться на урожай. Хороший урожай. Яблок немножко, абрикосы вкусные. Делаем сушку. Мы ее очень любим, сушку. И компоты зимой делаем, и даже просто кушаем. С магазиной не сравнить. Мы на даче в семье Кардаевых. На леток дедушки с бабушкой, внучат, дети подбрасывают. И живут они здесь и себе, и всем на радость. Ну, естественно, с фруктов и с ягод мы делаем соки. Порой даже детям делаем, вот на зиму будем абрикосы, второе дерево поспеять. Будем делать, как они говорят, мороженое. Через блендер будем обрабатывать, добавлять сахар. Вот, и в целлофановый пакетик, и в морозилку, или в формочке, что есть. Вот. И они зимой едят, как мороженое. Могут добавлять туда и йогурт, могут просто кушать, как мороженое. Семену Олеговичу полтора года, он еще не разговаривает, но уже помогает собирать урожай. И на рыбалку с дедом каждый день отправляется. Ни одного карася уже самостоятельно вытащил. Дача Кардаевых – это настоящие джунгли из плодовых деревьев. Причем плодов на каждом очень много. Неурожайных лет у них не бывает. Хотя Вячеслав Григорьевич садовником опытным себя не считает. И особого ухода не проводит. Просто любит копаться. Старается соблюдать технологии выращивания. Но как это делать, если у тебя только шесть соток? А хочется, чтобы яблони, груши, абрикосы, вишни, сливы, нескольких сортов росли в саду. А как без орехов или без елки настоящей? Цветы надежда кахает. Это святое. А огородом супруги вместе занимаются. И только один кустик перца на грядке не прижился. О чем Семен Олегович очень сожалеет. Юляхал в 81-м родилась, в 82-м мы купили дачу. Юляшку. Не балуй сказала. Так что это, даже не представляю, как без дачи. Правда. Уже зимой, ближе к весне, уже прям хочется повозиться в земле, что-то делать, что-то посеять. На дачу Кардаевым наша съемочная группа от переправы на острове Петриков направилась после 4 часов дня. Как обычно, очередь из автотранспорта была большая. Так, вас все устраивает? Нет, нас не устраивает такая переправа. Это ужас какой-то, вообще невозможно. Он, во-первых, далеко на последней улице, и нам очень неудобно. И вот такие очереди, это просто невероятно. Вот сидим с детьми и ждем переправу, постоянно так, каждый раз. Едешь в воскресенье, по 3 часа в очереди стоишь просто с маленьким ребенком. А ходить она не ходит еще. И вот просто сил нет. Вот так хочется нормальный мост, и вот сил просто нет уже. Этот паром долго ездит, постоянно вот жара еще такая давит. Медленно ездит, специально как будто прям набивается. Да, я вот тоже хочу сказать, долго мы здесь вот ждем, когда нам построят мост. Уже не первый год, боремся мы все за это дело. Вот, как-то нас как будто не слышат. Так невозможно, потому что действительно на руках нести все то, что мы здесь вырастили, очень тяжело. Нам нужно это все вывозить на чем-то. И приходится на машине. А выстаиваешь, привозишь даже продукцию, которая вот здесь, пекло такое, просто даже портится. Потому что очень долгое время мы просиживаем вот здесь вот в очереди, чтобы нам переправиться. Что успеваете сделать, пока ждете переправы? Да ничего на самом деле полезного. Это, конечно, катастрофическая ситуация. Почему? Потому что стоять в очередях по 2-3 часа, ну это нереально. То есть властям города нужно что-то принимать, какие-то меры для налаживания переправы. Не обязательно паромной на остров Петр. То есть есть возможности на золотых песках сделать дорогу, засыпать, чтобы могли люди перебираться. И с печенивки можно пустить мост. То есть вариантов моря, пока никто ничего не хочет. Обратно возвращались в 8 часов вечера. Машин на переправе также было много. Но паром уже не работал. С таким беспределом я сталкиваюсь впервые. За 4 часа до завершения работы паромной переправы я приехала на своей машине вместе со своей семьей, с детьми, с мужем, с родителями. Ребенок годовалый. Отстояли 4 часа. Моя машина, как видите, первая. Нужно переправляться. Паромщик сказал 7 часов. Я уезжаю. Работать прекращаю. Что делать? Возмущенных дачников понять можно. Ну и капитана катера, который буксирует паром, тоже. Рабочий день у него по графику от 7 утра до 7 вечера. 12 часов с получасовым перерывом на обед. А дачники, народ нетерпеливый, не желают долго стоять в очереди. Не устраивает нас переправа. Очень долго и опасно. Здесь можно остаться навсегда. Да? Вот так. Надо мост строить. Ну, сегодня на переправе очень много машин. Конечно, хотелось бы переправляться как можно быстрее. В очередной раз хочется сказать о том, что все-таки необходимость моста вот здесь вот, ну вот, просто вот, я не знаю, как, во масштабных, наверное, размерах хочется. Мост и он нужен. На переправе стоишь иногда и по 2, и по 3 часа. А хочется подъехать, переправиться и не в ожидании находиться столько времени подряд. Несмотря на бурю негодования, все автомашины в этот вечер были переправлены с острова на материк. Ручным способом, как это делается на переправах через небольшие реки. На острове в этот раз никто ночевать не остался. Владислав Лихварь, Евгений Костяков, Ахтубинск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова